Всем привет! Очередной раз путешествую по хорошему городу Таллин вместе с компанией Ларуси. Я уже не первый раз в этом городе, очень мне он понравился. Действительно это хороший город, особенно для фотографа. Я считаю, что это вообще сказка и здесь можно очень много сделать красивых фотографий. И не только на продажу, но просто в общем-то и для себя. Почитал я википедию, посмотрел про Таллин. Он наш сосед. Кстати, вот здесь вот дом палача. Сейчас в Таллине. А сейчас здесь грузинская кухня, ресторанчик. Раньше здесь жил палач. Ну это так, к слову. Так вот предполагается, что название Таллин в эстонском языке происходит от слов Танни-Лин, то есть датский град или зимний град или дом, усадьба, замок. Корель-Лин означает примерно то же самое, что русский град или немецкий бург. Ну или в начале который что-то видимо обозначал как крепость. Первое упоминание о Таллине предположительно относится к 1154 году, когда был такой географ откуда-то из Арабии Аль-Идриси. Он написал в своем труде город описал под названием Калывань. В древнерусских письменных источниках название встречается 1223 года. Ну правда вышло из употребления в только 18 веке. Позднее скандинавы и немцы называли этот город Ревель. Русское название города Ревель было позаимствовано из невестского или шведского языка и стало официальным после присоединения от военной в ходе Северной войны Эстонии к Российской империи. В 1719 году была учреждена Ревельская губерния, а в 1918 году в Ревеле была провозглашена независимость Эстонии. Но по условиям Бритского договора между Германией и Советской Россией страна была оккупирована немцами. В 19-м году Ревель официально получил современное эстонское название Таллинн. С 1991 года, а это год распада СССР, Таллинн столица независимости государства Эстония. Ну собственно говоря, вот и все, что можно сказать об этом красивом городке. Да нет, все-таки не городке, а городе. Большой город. Это только вот для туристов это городок старый Таллинн. А вообще город очень красивый, большой. Но когда бываешь в Таллинне, в основном ты бываешь в старом городе, это как раз то место, где ходят толпы туристов, смотрят. Ну вот действительно там красиво, вот поверьте мне, просто там красиво, там есть что посмотреть. А если вы путешествуете по этому городу с хорошим экскурсоводом, вот у нас был такой экскурсовод Виктория Виллупа Полякова. Прекрасный экскурсовод. Хочу ее отметить. Вот. Ну она очень много интересного нам рассказала. Мы получили очень много информации о городе, об этом красивом городе Таллинн. Можно просто посмотреть. Место для фотографов, для художников, да и просто отдыхающих туристов, которые просто смотрят. Это просто интересно. Хороший город. Всем людям я рекомендую, всем действительно я рекомендую по возможности побывать в этом городе, а тем более тем, кто занимается фотографией, да и просто историей, да и просто посмотреть на хорошо сохранившееся здание. Я думаю, что это будет просто интересно для людей. Кстати, в 97 году старый город в Таллинне был включен в список всемирных наследий ЮНЕСКО. Поэтому там достаточно чисто, красиво. Все подкрашивают, подделывают красиво. Часто меня мои друзья спрашивают по поводу отношения эстонцев к русским. Ну, вы знаете, я встречался с эстонцами, разговаривал. Никакого такого, ну, очень явно негативного отношения к русским нет. Да, в принципе, какое-то может отношение. Люди понимают, что приехали туристы, что это туристы платят деньги, что это просто вариант дохода какого-то. Причем здесь, что было в 1904 году. При всем том, что я тогда еще и не жил. Вот. Нормальные отношения. Нормальные отношения, как во всех цивилизованных странах. Но я не встречался с плохим. Так скажу. Конечно, по всей видимости, есть какие-то ультра, какие-то там правые, левые, я не знаю, как это называется. Но ярые. Да и у нас есть такие. Но меня не встречали, слава богу. Я очень рад. Поэтому рекомендую всем приехать в Таллинн. Это очень здорово и в кайф. Все, всем пока. Всем привет. Вот можете посмотреть чуть-чуть, что я там снимал. Да, ну вот еще меня спрашивают, как добираться из Питера в Таллинн. Да, есть куча вариантов, как добираться. Первый вариант. Я однажды ехал на автобусе Люкс Экспресс, он называется. Отходит от Балтийского вокзала. Он стоит 1300 с чем-то рублей в одну сторону. Очень комфортабельный автобус. Внутри есть Wi-Fi. Граница прошла достаточно быстро. Вот. Это один вариант. Второй вариант. Можно добираться, конечно, на поезде. Я в ту сторону, в сторону Таллинна на поезде не ездил. Я как-то поехал в Аллегро в сторону Хельсинки. Стоимость 40 евро в 6 утра идет. Это единственный поезд, который достаточно дешево в Хельсинки. В Хельсинки сдал багаж на вокзале. Поболтался некоторое время по Хельсинки и пил чашку кофе. После этого зашел опять в багажный вокзал. Багажное отделение стоит багаж от двух до четырех евро. Оставить на какое-то время. Взял багаж, сел на трамвай, по-моему, называется трамвай номер пять. Рванул Южный, называется у них там Южный порт. Заплатил 34 евро. И наш в 16.30 вышел из Хельсинки. Два часа идет паром до Таллина. Ну, а там, в общем, город не такой огромный. Можно и пешком добраться до любого отеля. Там, где вы останавливаетесь. Ну, в крайнем случае, если у вас достаточно денег. И, в общем, в кармане что-то там звенит. Можно взять такси. Такси там сравнительно не очень дорогое. Я сравниваю с питерскими ценами. Вот. Ну, собственно, далее все. А обратно уже из Сталина в Петербурге я ехал на поезде. Поезд тоже достаточно внутри очень комфортабельный. Снаружи, конечно, так не сандыбский. А внутри комфортабельный. Есть Wi-Fi. Хорошие сидения. Стоит поезд 1700 рублей. Приезжает на Витебске. А там ныряешь в метро. Он где-то 23 часа с чем-то приходит. Который выходит на 14.30 Сталина. Ну, если ты в метро залез, то обязательно доедешь туда, куда тебе надо. Вот примерно так я путешествовал из Питера в Таллин и Сталин в Петербург. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok